Ну, я думаю, что всем людям нужно немного переключаться от войны, немного нужно хотя бы отдыхать. Но на данный момент я не чувствую в этом вины своей какой-то. Меня зовут Дима, мне 18 лет, я сам из города Конотоп, недавно переехал в город Киев и сейчас работаю в клубе как пиджей, а также как трависти-артист. Первое время, когда только началась война, были очень сильные взрывы, то мы с родными находились в бомбоубежище около шести-семи дней. Хорошо поспела? Ну, в бомбоубежище было очень сильно сыро, прям холодно. Там была одна лампочка на всем бомбоубежище. Была переноска с пятью розетками, и то свет иногда, получается, отключали. Было так-то страшно, я скажу. Потом, когда все затихало, более-менее, мы поднимались в магазин. Третий день подряд иду с работы под сирену. Я сидел, получается, дома. Мне звонок от незнакомого номера. И я взял трубку, и мне родственники, моя тетя, говорят, так и так, мы слышали, у вас там сильные взрывы, а Киев лучше охраняется, не хочешь ли ты переехать в Киев? Я согласился на это предложение и переехал. Было страшно ехать, можно так сказать, потому что не знал, что мне делать, когда я приеду. Где искать работу, чем заниматься, как я буду дальше учиться. До войны я даже не знал о существовании таких гей-клубов и тому подобное, что есть в Киеве такие заведения. Я работал официантом, барменом в своем городе. Просто обслуживал людей, получал за это чаевые. И потом случилась война, и пришлось переехать в Киев. Я выступаю каждую неделю по-разному, может, дня два, три, иногда четыре, даже бывает так. Нравится, все устраивает, прикольно. Получаешь даже свое удовольствие, потому что ты перевоплощаешься в образ, ты чувствуешь себя свободно, ты можешь делать все, что угодно, можно сказать, такая позволенность. Ну, я же образ, у меня Круэлы сам идет, то есть, черно-белый. То есть, моя вот героиня, можно сказать, она обожает все такое черно-белое, поташное такое, немного стервозное. То есть, это совершенно разный, можно сказать, человек. То есть, в образе я там такая вот, то есть, перевоплощаюсь в образ, я становлюсь сразу же другим человеком, то есть, такой стервозный и тому подобное. Приобретаю эти черты характера, можно сказать, вживаюсь в образ. А в жизни я уже более так веду себя свободно, так как, допустим, я чувствую себя мальчиком. Так это потом на Берестейску? Да, я чувствую себя. Ага. Вот сюда. Я. Я в каблы иду. Баковецкая. Ты смотри. У-у-у-у, там какие. 350 ривен. Это твой размер. О, мой га. Ты хотя бы нормальный. Смотри мне наряды. Так, глядь. Туда, там длинные. Там просто самые дорогие. Вот это вот. Вот тут вообще хорошее, мне нравится, да? Да. Сюда еще наверх накидку и вообще песня. Да, парень черный. Черно-белый. Ага. А давайте мальчики. Во время войны страшнее всего, наверное, это лишиться своих родственников. Вот каждый раз, когда там воздушная тревога в моем городе, я очень сильно переживаю за родных. И звоню им, спрашиваю, как там у них дела, что все ли у них хорошо. Привет. Ну, первое время, когда я только вот вступил на сцену, у меня была даже кличка треморная. Потому что у меня трусились ноги, руки, я очень сильно переживал. А сейчас я уже чувствую, в принципе, себя свободно и легко, в принципе, все даже дается. Ну, мой образ, она такая вот, немного остервозная, чуть-чуть такая милая в каком-то плане там. Соответственно, на сцене она не может стоять просто на месте. Она должна обязательно двигаться, какие-то движения абсолютно показывать. Если она просто станет, допустим, на сцене будет стоять, то она, можно сказать, плачет в душе. То есть, ну, вот такая вот героиня. Такие вот, немного, сказать, длинные, пышноватые парики. То есть, отличная такая женщина. Я рад в том, что я нашел, можно сказать, себя. Именно я узнал о такой культуре, как драг-квин. И начал ею развиваться. Ну, мне нравится вот этот сам получать самоудовольствие от того, как людям это нравится, как они хлопают, аплодируют себе. То есть, это свое такое кайф получаешь, можно сказать. Мне нравится то, что людям нравится, то, что я делаю. Родители об этом еще не знают. Но я собираюсь им сказать в ближайшем времени. Кто поможет за СССР? 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 Продолжение следует...